но это еще не самое трудное что могло произойти давайте пойдем дальше интермедиа 1938 год вот значит как обычный водила в миг превращается в мафиози да просто повезло 38 тогда и так не думал я припарковался на той самой улице где из-за угла внезапно выскочили поле с эмом так вообще бывает мне казалось что здесь не обошлось без высших сил но если тебе от этого легче приятель все же тебе повезло смысле еще вчера ты был честным работягой пахал как вола все относились к тебе как иммигранту как куча дерьма а теперь у тебя полные карманы грязных денег сальери и ты уже хозяин жизни все не совсем так тогда сальери еще не рулил городом дон морелла зарабатывал в десятки раз больше него покупал копов политиков судей а кого не мог купить запугивал чтобы не мешали да уж он и правда заставил весь город ходить на цыпочках вы слыхали про джоу из сухаря его имя было в деле морелла боксер да тот самый то есть то ли все рассказывает этому детективу все происходило ряд тем утром джоу ехал на тренировку и может замечтался чемпионском джоу ехал на тренировку и не знаю что это вы кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке джоуи нет дон простите меня я ехал очень медленно то есть я виноват нет нет сэр просто я ведь просто это моя первая авария да уж ремонт обойдется недешево опа опа да ничего страшного сэр колеса в порядке только бампер погнулся мой брат сможет ну скажу аху есть это все слухи тут такое можно предпринимать и шибал кучу денег на поражениях джоу и сухаря все так и есть и все же морелла разбил бедняги череп и бросил его труп посреди улицы что-то не сходится может он считал что карьере джоуи конец или пугал других чтобы платили вовремя дон савери считал что морелла теряет рассудок когда взбешен у тебя были другие проблемы с людьми морелла сперва нет когда меня приняли в семью все было спокойно бывало проучали парней которые хотели отжать территорию но в остальном все как обычно толкали бухло давали защиту частенько собирали дань по мелочи но врать не буду иногда мы отрывались по полной сейчас будет какая-то вечериночка песочка честная игра а покер покер казино там спасибо что пришел так быстро не за что босс я слушаю скоро гонки ты в курсе а конечно поле с очень деньги на на нашего майки да да точно хороший парень но задиристый и деньги тратить не умеет пару лет назад майки взял у меня в долг хотел поменять колеса гонять на старом хламе по карьеру я подумал заведу хобби я люблю тачки оказалось майки лучшее вложение он выигрывает гонку даже если пешком идет потом он занялся серьезными гонками я начал время от времени ставить на него очень скоро я вернул все деньги с лихвой да сэм сказал парень силен так и было мы сделали всех соперников ральф узнал что теперь в гонке будет новый участник парень из европы и тачку у него пошустрее нашей что мы можем потерять кучу денег но дело не только в них много уважаемых людей обращается ко мне за советом все они поставили на майки будет новый черный вторник если он продует но для всех кроме морелла типа он стоит за европейцев я в этом уверен мне поговорить с гонщиком не выйдет морелла хорошенько его спрятал к тому же если он исчезнет или сольется наши ставки сгорят все заводят что гонки подставные что насчет тачки как раз они доме ральф знает охранника трассы поезжай туда ночью забери машины европейца пригони нашему механику он там поколдует и верни назад без проблем босс поговорить с ральфом друзья гоночки будут будут гоночки те самые кто играл тут понимает о чем я такая это что такое думал снова журнал лежит окей пошли у луиджи луиджи вместе с тем шоке лаза а вот он все эй это томми сегодня важный день да ты уже видел гонки такое не пропустишь сальери не даст морелла лишить его победы так нет сэр это будет ему уроком итак сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика мой друг бобби охранник дашь ему на лапу он покажет где тачка и отвернется пока ты и увозишь молодец твой бобби точняк есть один парень лука бертона перегони тачку ему это под мостом джулиана он ее типа подкрутит и завтра он не станет интереснее потом я пригоню тачку назад и бобби больше не придется отворачиваться но поторопись бобби заканчивает в час 30 а его сменщик мудак охранника гоночной трассы возьмите машину в гараже нас ожидают гоночки сегодня мы неплохо так поиграли до прошли побольше чем чем прошлые разы если так можно сказать конечно здесь твои машины всегда будут целости и сохранности просто передать ключи мне окей окей так погоди погоди разговаривать проиграл он и все яйца выкрутил надеюсь теперь все получит ой бедные твои яйца но думаю гонки будет не просто я на самом деле гонки от игры играл только в детстве данном когда-нибудь это не сказал бы что прям много что для меня возможно это будет не просто а в следующий раз сразу же поедем к охраннику до гоночной трассы а так пока что мы остановимся и следующая серия будет уже скоро мафия 1 ремейк пока что меня очень радует я бы даже сказал сделали как могли все свои силы они отдали этой игре чтобы не опозориться потому что ремейка ждали все мафия 1 будет выходить часто по расписанию каждый день нашу друзья до следующего видео прохождение мафия 1 пока пока друзья пока пока хотя пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok